Кто ищет друга без изъяна, вовсе без друга останется. Привет, это Даша, и сегодня, пожалуй, расскажу вам о том, с чего началась моя любовь к Гарри Поттеру Сумерком. И если от Сумерек я начала сейчас уже немножечко отходить, то Гарри Поттера я по-прежнему нежно и трепетно люблю. С него и начнём. Много-много лет назад я была анимешницей. Ну, видимо, человек, который раз увлёкся в аниме, навсегда анимешником и останется. Я вот лет пять, наверное, уже не смотрела точно аниме, а тут что-то начала косяка на него давить. Ну, в те стародавние времена интернет ещё был модемным. Имеется в виду модем от городского телефона. Тот самый, который жутко шумел при подключении. И когда-то в сети на городской нереально было дозвониться. И этот интернет был очень дорогой. И какой там Ютьюб? Его и не было, по-моему, ещё тогда. Даже картинки грузились подолгу, и это очень сильно трафик подрывало. Я сделала на форуме анимешном, и там был раздел всё обо всём, где, в том числе, обсуждались и книги. Была очень большая шумиха из-за Гарри Поттера. Все просто вот с ума сходили, но я не торопилась его читать, потому что я знаю уже на своём опыте, когда кто-то слишком уж расхваливает что-то, и ты начинаешь с этим чем-то знакомиться, то на фоне расхваливания, разочаровывающейся в книге, она не дает тебя на что-то рассчитывала. И, в общем, это плохо. Поэтому я... Вот эта шумиха, я старалась противостоять и не читать Поттера, но я сломалась в итоге. Когда уже экранизация на первую часть вышла Гарри Поттера «Философский камень», она мне понравилась. И думаю, ладно. Была приобретена книжка одна, на пробу, пойдёт, не пойдёт. И я села и стала читать. И тут я понимаю, что что-то здесь не так. Вообще не так, как в экранизации, которую я уже успела посмотреть. И я за подозрев неладное. Посмотрела, там же есть перечень, в каком порядке нужно читать. Я смотрю «Батюшки». Это уже Гарри Поттер и Кубок Огня. И когда я была попыткой купить первую часть, выяснилось, что её нет в магазине. Её для меня заказывали, мне пришлось ждать неделю. Но когда я наконец получила, я поняла, что уже скупать всё, что уже вышло. Потому что мне безумно нравится. Я очень серьёзно увлеклась. И хорошо, что я так долго ломалась. Потому что, представьте, после каждой книги я бы сидела и думала, ну когда, ну когда, ну когда выйдет следующее. А тут мне не так долго пришлось терзаться. И вообще, по-моему, месяца два оставалось до выхода прямо уже последней части. Когда я вот начала читать Патриану. Кстати, последняя часть мне попала достаточно рано утром, выходной день, слава Богу. Потому что я вот как села читать, я от неё не отлипала. Я только и делала весь день, что я читала. И, по-моему, закончила часа в четыре или три утра уже ночи. Как это, что это? Я постоянно повторяла «Роулингене», 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 «Роулингене». Потому что я знаю, они все любят профессора Дамбл и Голдар. Но мне он нравится тем, что он сдержан, дипломатичен, очень деликатен и корректен. Я очень ценю людям деликатность. И даже в те ситуации, когда даже самый сдержанший человек по мостике был, как заехал хуком справа. Он на то оставался на вид спокойным. Не упрестливал молодцы. Мне нравилось его чувство юмора. Гарри – это большой секрет, и поэтому о нём знает вся школа. И почему я постоянно твердила на протяжении последней части «Роулингене», «Роулингене», потому что Дамблдор предусмотрел совершенно всё. Даже то, что произошло после... Спойлер. Будет, как бы так сказать. Но после той ситуации на башне в Хогвартсе, когда они с Гарри вернулись после попытки в пещере ослабить силу Балан-де-Морта, даже после того события, то, что он предвосхитил, оно и пошло по его плану. Единственный момент, когда я рассердилась на профессора Дамблдора, когда выяснилось, что он... Опять эта ситуация... Когда он готов пожертвовать был кое-чем для достижения высшей цели, вот, но я его потом простила, я поняла его точку зрения, и всё стало хорошо. Так что да, вот таким было знакомство моё с Патрианой. Да, и теперь о сумерках. Тут всё я, короче, обскажу. Я вообще не любительница чтения книг о вампирах, зомби. Я пыталась. Ну, в принципе, неплохо. Но без рыбьей рака рыба. Ну-ка, вот не для меня цвела сирень. А тут наша секретарь меня стала вот прям доставать. Даша, почитай, Даша, почитай, Даша, почитай. Уже вышла и первая... Экранизация на первой части. Она мне понравилась. Когда я прочитала книги, она мне резко разонравилась, как и остальные. И одна вот мне даже Марина... Она упрямая. Так что я в итоге согласилась прочитать. Она даже не скачала сама эти книги и переименовала их, чтобы я понимала, в каком порядке читать. Я прочитала и прониклась. Мне понравилось. И вот до какой степени всё-таки они пробивают читателя, что вот у меня есть натальница, она никогда в жизни ничего не читала, даже учебники. Ну, вообще. От слова совсем ничего не читала. На сумерке она прочитала. Все. Да. Вот такова была моя история знакомства с сумерками, Патрианой. И, собственно, на этом всё. Вдохновение вам. До скорых книг. Продолжение следует...